В таком патриотическом ключе начинается и заканчивается каждая сессия Совета депутатов. Сегодня последнее заседание перед перерывом, потому исключение делать не стали и традицию соблюли. Первым на повестке дня стал вопрос о внесении изменений в устав района. Связан он с поправками, внесенными в закон о здравоохранении, чтобы казна района могла участвовать в софинансировании строительства, капремонта и проектировании лечебных учреждений, и было внесено изменения. Все изменения вносятся в ответственность законодательству, никаких иных норм мы здесь не будем. По регламенту для утверждения поправок в устав требуется проведение по вопросу публичных слушаний. Их назначили на 16 августа. В этот день в 16 часов обсуждение с жителями пройдет в этом же зале. Помочь в решении квартирного вопроса было решено в ходе заседания врачу-педиатру из Петрово-Дальневской больницы Александру Горшкову. Как сообщили на встрече, он давно обращается в администрацию с просьбой выкупить муниципальную квартиру, которую сейчас снимает. В данный момент гражданин Горшков в достаточно серьезную тяжелую жизненную ситуацию оказался в тяжелой жизненной ситуации. Имеется ходатайство Петрово-Дальневской больницы и профсоюзного комитета о продаже этого жилого помещения. Решение о заключении договора купли-продажи депутаты утвердили единогласно. Аналогичный вердикт был вынесен в отношении запроса многодетной матери из Апалихи. Семья Толченовых сможет выкупить муниципальное жилье. Еще одним важным вопросом на повестке стало утверждение на должность заместителя главы по дорожным вопросам Александра Пастушенко. Последние месяцы он исполнял обязанности по данному направлению и уже зарекомендовал себя. Работал в администрации Краснознаменска начальником отдела главного архитектора, представителем комитета по управлению имуществом, начальником управления жилищного комплекса, директором муниципального предприятия «Водоканал». Последняя должность в администрации Красногорского муниципального района, начальник отдела реализации городской политики. Параллельно занимается дорожной деятельностью. То, что сейчас он делает, по некоторым вопросам, уже дорожной деятельности, ну и Красногорский район в зеленом цвете. По словам Пастушенко, во время его работы в администрации Красногорского района первым делом была начата инвентаризация дорог. В Ильинском, например, уже знают каждую транспортную артерию с точностью до метра. На очереди от Радненская. Нового руководителя поздравили с назначением. В следующем в списке на поздравление оказался депутат и руководитель областной станции скорой помощи Владимир Шичанин. Он был награжден от имени главы. Также Михаил Супунов от губернатора вручил Сергею Самсонову знак и удостоверение почетного сотрудника ЖКХ. Он 15 лет в этой сфере. Начальник управления ЖКХ, администрация Красногорского района. Потом генеральный директор Красногорской теплощади. Естественно, интересная живая работа с людьми. И напоследок депутаты утвердили на этот год семь премий совета. Каждая по 100 тысяч рублей. Они будут присуждаться в областях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Деньги за труд получат проявившие себя бюджетники.